Привет моим девочкам, гостям моего канала. Давно у меня на канале не было видео о покупках одежды, и вот вещей много накопилось, я решила вам показать. Показывать буду быстро, рассказывать тоже, чтобы видео не получилось сильно длинным. Итак, начнем. Итак, начну я с теплых вещей, это уже весна, можно так сказать. Вот такой вот кардиган, он безумно мягкий, безумно теплый, мне он очень нравится. Я, кстати, пропишу название магазина, где я все это приобретала, и то, что покупала в интернете, тоже все ссылочки оставлю. Зашла я в этот магазин за джинсами, кстати, которые на мне, я тоже вам их покажу, и набрела на столько классных вещей. И вот на эту кофточку, которая мне тоже безумно нравится, она такая свободная, такая уютная, такая комфортная, и мне нравится материал. Очень много где в составе есть вискоза, хлопок, и вот этот вот кардиган, он как плед. Вот прям, прям он очень нравится, я влюбилась в него, как только его увидела, и как он выглядит на мне, и как он на мне сидит, мне тоже очень-очень нравится. Поэтому, девчонки, если еще он есть в магазинах, то бегом за ним, вот правда. Купила я его со скидкой, стоил он, уже не помню сколько, там тысячу с чем-то, я приобрела его, по-моему, за 700 или 800 гривен, но он того стоит, он реально очень-очень классный. А сейчас покажу вам пальто, которым просто похвастаюсь. Я не знаю название фирмы, это мне подарили, привезли с Европы, а я постеснялась спросить, что это. Это такое пальто-халат, очень-очень классное, классно на мне сидит, очень хорошо смотрится под кроссовки, так и под туфли, и тоже вот такое как бы мягкое, оно из ткани. Цвет, мне понравился цвет, я не люблю розовый, я не люблю розовые вещи, но этот розовый мне действительно понравился, мне понравился фасон, и розовый сейчас актуален, конечно, приглушенный розовый, мягкий такой розовый, и голубой, кстати, тоже, но этот цвет, то, что он такой насыщенный, мне даже больше нравится, если бы он был приглушенным, он бы был больше похож на халат, а так это такое пальто-халат, который тоже этой весной будет моей любовью. Так как обещала видео не затягивать, чтобы все было очень быстренько, то не буду петь дифирамбы в своей жилетке. Это лиса. Попросила мужа купить мне подарок на Новый год, он мне подарил этот подарок заранее, потому что когда я была в городе Харькове, и меня кума потащила на меховую выставку, говорит, просто посмотрим, мне нужна шубка. Она ушла без шубки, я ушла с полушубкой, ну, то есть с жилеткой. Жилетка мне это понравилась, мне нравится то, что она такая, знаете, мясистая, то есть в ней тепло, мех такой добротный. Единственное, что мне нравится, это дурацкая подкладка, которую я, скорее всего, что заменю. Производство это, скорее всего, что Украина, хотя мне там рассказывали, ну, сами понимаете, всегда рассказывают, это Италия, какая это нафиг Италия, кто с Италии будет везти в Харьков шубы. Ну, может, кто-то и везет, но это где-то в бутиках продается, а не на выставках. В общем, все равно довольна очень этой жилеткой. Я знаю о том, что жилетки очень здорово из лица лезут. У меня автомобиль с... не кожаный салон, а из ткани. И вот эти ворсинки в ткани застреют, и потом надо чистить. После этой жилетки ничего не застреет, то есть она не лезет. И я понимаю, что это хорошее качество. Тут, в принципе, даже есть фирма и размер, хотя это не мой размер, но она на мне отлично сидит. Вот. Ну, я все пропишу в любом случае, но решила вам показать. Очень довольна. Очень довольна. Прям супер. Тут такие классные заклепочки. Даже не заклепочки, такие как замочки. Но я редко ими пользуюсь в основном все нараспашку. Рукавов тут нету, тут есть такие, как плечики. Обещала не петь дифирамбу этой жилетки. И видите, что делаю? Пою. К чему вообще я рассказываю? Если будет в вашем городе меховая какая-нибудь выставка, обязательно зайдите. Там бывают хорошие экземпляры. Это один из них, которым я очень довольна. Я вот думала, включать эти блузки в видео или не включать. Ну, решила просто вам показать. Я во влогах уже показывала, когда мы были в Трусковце. Я купила вот две блузочки. Одна беленькая такая, шифоновая. Ну, обычная блузка, вышиванка, которую можно надевать как на праздник. День независимости, например. Или просто надевать под джинсы. Я в последнее время люблю без повода надевать такие вещи. Тем более, когда они у меня теперь есть, то я обязательно буду это делать. И вот еще одна черная, которая очень хорошо сидит. И с джинсами, шортами я уже мерила, пробовала. В общем, классно. Классный материал это хлопок и вышивка. Розы, розы, эти розы. В общем, прикольная такая. Если будете на Западной Украине, обязательно купите. Мне кажется, пригодится. Даже если вы не любите в будние дни одевать, то хотя бы на праздник, в День независимости надо быть патриотами. А сейчас я вам покажу свою любовь. Это вот такое вот платье. Вообще, шикарное платье. Вы, кстати, его видели на мне уже, наверное, не в одном видео. И у меня была встреча с подписчицами, с моими зрительницами. Я была в нем. Я его очень люблю. Это платье я нашла в салоне. Салон одежды Вовк. По Киеву их, по-моему, несколько. Стирка у меня в районе есть на Анне Ахматовой. Вроде бы, да. Да, на Анне Ахматовой. Вот. Шикарное платье. Оно такое прям и по цвету, и как оно сидит, мне нравится. И я себе в нем нравлюсь. Ну, просто. Просто мое. Я, если честно, достала его из стирки. У него классная длина миди. Хотя миди я не люблю. У меня такие тонкие ноги. Поэтому мне надо или совсем длинное, или короткое. Но в этом платье оно так как-то, я не знаю, ноги мои не портит. Тут рука в три четверти. Фасон обычный. Тут нет замочков, ничего. Потому что оно тянется. Оно безумно тянется. Оно так прям развивается. И, в общем, класс, класс, класс. Поэтому, если вы в Киеве, загляните в магазин Вовк. И, я думаю, вы найдете для себя что-то интересное. Кстати, я там еще приобрела одну кофточку, в которой тоже очень довольна. Но, единственный минус, это надо было взять на размер мне меньше. Плечики. По плечикам мне вот это горлышко великовато. И постоянно спадает на одно плечо. Это, конечно, неплохо, но мне иногда дискомфортно. Размер это у меня, по-моему, S. Надо было XS брать. Обычная такая матроска, которую легко просто миксовать со всем на свете. И с джинсами, и с шортами, и с юбками. И вообще, вот это вещь, которая, мне кажется, должна быть у каждой. Матроска должна быть у каждой, она каждой подходит. Но это тоже мое такое мнение. Просто бывает, знаете, как многие не любят матроску. Что-то померили, что-то не подошло и не полюбили. Померите несколько вещей в такой расцветке. Потому что вот эти вот именно полосочки, расстояние между ними может быть разное. И по-разному может выглядеть. И сидеть может быть по-разному. Потому что фасонов тоже много разных. Это просто как такая, можно сказать, майка с длинным рукавом. Классное. А это платье ко мне приехало только вчера. Не успела я его еще никуда надеть. Вот видите, еще ценник не сняла. Размер здесь единичка. Заказала я это платье через интернет. Оставляю ссылочки ВКонтакте у девочки. Я на себя его померила. Я не могу сказать, что я в восторге. И обычная повседневная, такая, как знаете, длинная футболка, как туника с длинным рукавом. Вот еще одна моя любовь. Очень теплая и очень длинная. Тоже длина миди, и она полностью облегает фигуру. Классный воротник, который можно укутать шею, чтобы она не болела, не дай бог, если вам холодно. Точно так же можно... О, видите, с вешалки прям раздевается. Точно так же можно плечи оголить. То есть два варианта. Вы могли уже видеть на мне его. Я снимала в этом платье видео про парфюмы. Я была на встрече с девочками-блогерами. Тоже вы видели. И, кстати, делали мне комплименты по поводу него. Здесь в составе есть ангора. И это чувствуется. Оно действительно очень теплое. Оно классно сидит. Очень хорошо облегает фигуры. Но белье надо подбирать такое незаметное, желательно бесшовное. Хотя, вы знаете, я надевала под колготки. Колготки вид не было. Вот. Серое. Там, по-моему, были еще разные цвета. Но мне именно понравился этот цвет. Когда ярко какая-нибудь помада. Смотрится вообще очень здорово. Тоже оставлю ссылочку, где я его приобрела. По-моему, там еще такие платья есть. Заказала я через интернет платье. Мне так понравилось на картинке оно. Когда я померила на себя, то у меня было такое двоякое чувство. Я ощутила себя школьницей. Наверное, из-за этого белого воротничка. Вот реально типичная школьница. Причем еще цвет коричневый. Вы знаете, как раньше была школьная форма. В советское время коричневый. Вот один в один. И показала мужу, говорю, ну вот как. Он говорит, Ань, ну сидит хорошо, неплохо, но ты как школьница. Я говорю, точно. Вот прям с языка снял. Поэтому, девочки, скорее всего, что этот воротник я уберу. То есть я отнесу его в ателье. И мне его уберут. То есть платье изменится. Кардинально причем. Поэтому я его еще ни разу не надевала. Я надену его просто для вас, чтобы вы посмотрели, как оно смотрится. И когда я уже исправлю его, то увидите во влогах, в инстаграме. Меня в нем. Чем мне оно нравится? Это тем, что оно очень теплое. Зима, конечно, подходит к концу. А я до сих пор не надевала. Но оно реально очень теплое. И я буду его носить. Мне нравится то, что тут много материала. Вот видите. Рукав здесь длинный. Но я не люблю такие рукава. Поэтому я всегда, вот как сейчас, видите, я закатываю. Я всегда все закатываю. Даже зимой. И даже когда мне холодно. Или это моя привычка. Или мне кажется, что так красивее. Вот всегда закатываю. И это будет не исключение. Хоть оно по сути своей строгое, но закатывать все равно буду. Покажу вам очень простое платье. Прям очень простое. Но настолько оно комфортное и удобное. Я в этом убедилась, когда была в Трусковце. Я взяла его с собой. И прям была очень рада, что взяла. Это просто обычная платьица серого цвета. Ну прям совсем обычная. Но оно настолько удобное и комфортное. Мне нравится его фасон. Оно как футболка. Но, видите, идет как расклешенная такая. Материал тоже приятный. Мне в нем не было холодно, хотя и зима. И я его уже надевала под теплые колготки. Влог снимала, когда ездила на массаж. И вы тоже видели его на мне, в инстаграме, в студии массажной, в общем. Что еще о нем рассказать? Это, кстати, тоже я купила в том магазине, когда зашла за джинсами. Размер S. Если есть такое еще в магазине, девочки, съездите, померите. Вот прям такое ощущение, что цены этому платью нету. В плане удобства. Самое обычное, самое простое, но оно оптимальное. Оптимальное и на сейчас, и на лето, и на весну, и на осень. В общем, прикольное, классное. И вырез нравится. И тут рука в три четверти. И вообще, вообще, вообще прям влюблена. И поэтому хвалю, хвалю, хвалю. Еще серая кофточка, которую тоже буду хвалить. Я ее тоже надевала. И вы тоже могли ее видеть на мне, и в инстаграме, и в других видео. Это обычный такой топ. Топ-футболка. Купила я его под вот эти вот джинсы. Тут джинсы у меня высокая талия. Вот, как видите. Да, то я заправляю эту футболку в эти джинсы. И мне очень нравится, как смотрится. Это тоже хлопок, приятная к телу, ненавязчивая расцветка, которую можно разбавить аксессуаром, например, каким-нибудь колье. И тут такой милый-милый бантик. Вот, тоже размер S. И, как видите, тоже в каком магазине я его приобрела. То есть, в том магазине я купила много вещей. Вышла с пустым кошельком, но довольная, как паровоз. В этом же магазине я купила вот такую вот рубашку. А тут размер у нас какой? Тридцетвертый. Представьте. Вообще, я покупаю тридцетстое, но купила тридцетвертый. Так как это тоже распродажа, она стоила 445 гривен. Я купила за 300 гривен. 299. Я не могла ее не купить. Я очень люблю такие вещи. Они, знаете, как небрежность, но очень стильная небрежность. Рукава. Рукава можно носить как в строгом варианте прямые, так и можно подкатывать, так как тут есть пуговка. Карман тоже добавляет какой-то небрежности. И, естественно, хвостик. Этот хвостик тоже меня в себя влюбил. В общем, я еще не надевала ее, но в примерочное я прям посмотрела на себя и думала, я хочу. А вот подарок от моей сестрички на Новый год. Я один раз только надела и очень довольна. Хорошо, комфортно себя чувствую в этой такой футболке с длинным рукавом. Как вы видите, да, мы блогеры. То есть она сделала мне вот как бы акцент на то, что я блогер и сделала мне такой подарок. Мне нравится материал. Девочки, он настолько, можно даже обратить внимание, он такой легкий, такой прям легкий, такой классный. Ну и парочка симпатичная, как принт. Вот, поэтому я не знаю, сейчас в Бенетоне есть такие кофточки или нет, но если есть, то тоже советую приобрести. Потому что под джинсы, под шорты точно так же можно заправлять, можно выпускать, можно надевать под лосины, можно под джинсы, даже под юбки. И причем сейчас юбки очень модные, а я такие юбки не покупала, надо купить. В общем, классные, классные тоже советы. Раз уже говорим о рубашках, то покажу вам вот такую вот байковую. Вы у меня и в Перископ спрашивали, что это за рубашка, где я ее взяла. И в Инстаграм, и под видео, и я вам давала даже ссылки. Потому что купила я ее еще вообще, еще зимы не было, я уже ее приобрела. Она действительно очень теплая, так как она байковая. Здесь вставки под кожу, на манжетах, и вы тут на кармашке. Смотрится она очень хорошо, и тоже и под джинсы хорошо, и под юбки хорошо, под лосины теплые классно. Но, я в последнее время ее разлюбила. Может быть, потому что она мне надоела за зиму, а может быть, даже не может. Я взяла S-ку размер. То есть взяла размер единичку. Ну, то есть вот, сейчас. Тут у меня куча кофта, вешалок не хватает. Столько шмоток. Вот, размер S-ка. И я понимаю, что для меня, хоть я и маленькая, и худенькая, но мне надо было брать эмку, мне в ней было некомфортно. То есть она не тянется, то есть материал-то не тянется. И, хотя, блин, качество-то классное. Просто не угадала с размером, и из-за этого ее разлюбила. Я никуда ее девать не буду, я ее отложу. Доминика так быстро растет, и я оставлю ее для нее. Но одевать уже ее не хочу. Ну, вот просто, знаете, как отрезала из-за размера. А так она прикольная. Показываю кофточку, которую тоже купила в этом же магазине. Вот, размер S-очка, и тоже очень довольна. Под джинсы прям чувствую себя прям очень-очень красивой. Вот, бывает такое. Она, ну, ничего в ней обычного нет. Она, можно даже сказать, невзрачная. Но это такой легкий свитер, слегка светится, прям совсем слегка-слегка. И вот эти вот детальки, видите, заплаточка на локоточке. Вот. Обычный свитер, обычного кроя. Но вот этот материал, этот легкий, я себя как-то ощущаю в обычных джинсах, в этом свитере. Просто, просто красотка. Бывает у вас такое? Вот у меня вот в этом случае почему-то бывает. Очень классный. По-моему, тоже купила его по распродаже. Сейчас точно не могу сказать, потому что какие-то вещи я покупала по распродаже, какие-то нет. Но, если не по распродаже, то, значит, еще в магазине они должны быть. Советую заглянуть. Сколько раз я уже советовала вам туда пойти? Не знаю. Ну, в общем, я от души, честно. Очень классный. Видите, он прям совсем легкий-легкий-легкий. И очень классно смотрится. Вещей осталось немного, поэтому ускорюсь. Ко мне приехали лосины вместе вот с этим платьицем. Заказывала в одном месте. Ну что, что вам сказать? Это тот вариант, когда на картинке выглядело лучше, чем есть на самом деле. Может быть, это у меня так, на моей фигуре так. Почему? Потому что у меня бедра широкие, а ножки худенькие. И, может быть, просто не так смотрится, как бы хотелось. Но я не жалуюсь, и я не жалею, что я их заказала. Как лосины они прикольные, потому что ткань очень мягкая. Тут похоже на, наверное, велюр, но какой-то прям совсем-совсем классный, вот мягенький велюр. Вот. И пояс. Он классный. Он классный, потому что можно надеть кофты, заправить, и будет очень стильно выглядеть. Но от того, что вот этот материал тонкий, и кофта у вас, если не короткая, то будет видно. Ну, выход есть. Я их буду надевать просто под длинные. Под длинные, может быть, цветера какие-то, то есть, которые будут скрывать этот пояс. Также этот пояс можно вот так вот подзагнуть, и тоже будет классно. В общем, я вчера пробовала по-разному, по-разному. Поэтому очень хотела что-то придумать, чтобы было вот так вот с поясом, но ничего не придумала. Поэтому буду просто надевать их, как лосины. Цвет мне нравится, такой песочный, потому что надоело за зиму. Вообще, это серость, это все такое какое-то темное. Поэтому хочется уже чего-то яркого и светлого. И осталось у меня еще две юбки, и не только. По поводу юбок. Это, можно сказать, классика. Классика и, наверное, тот вариант, когда у вас должен быть базовый гардероб. Я приобрела эту юбку, и еще ее не надевала. Вот у меня есть такое. Знаете как? Пусть висит. Юбка-колокольчик. Длина не очень хорошая для меня. Обрезать не буду, потому что она тогда испортится, она потеряется, и не будет иметь тот вид, который она имеет сейчас. Она и легкая, и в то же время, если под теплые колготки, тоже будет классно смотреться. Это офисный вариант. Это офисный вариант, или если вам надо на собеседование. Или вы просто хотите выглядеть по-деловому, то эта юбка для вас. Хотя, если надеть верх более какой-то играющей, то и юбка изменится. В общем, она такого темного, она сейчас, может быть, смотрится черная, но она темно-синяя. Темно-синяя, но цвет не школьный. Совсем не школьный, такой благородный цвет. Мне нравится. Мне нравится, пусть висит, пока я еще ее не надеваю, но куда-то я ее все равно выгулю. И купила очень классную юбку. Прям очень. Она строгая. Она такая слегка странная, но очень классная. Она из... Господи, забыла, как называется. Шерсть. Вот. Она из шерсти. Вы поняли. Длина здесь миди, но я чуть-чуть исправляю. То есть, я ее надеваю на пояс, и у меня тогда она получается по коленам. По коленам вот эти вот кармашки с выточками очень хорошо смотрятся. И под туфли, и под сапоги, под блузки, под кофты. В общем, тоже базовый такой гардероб, пусть будет. Пока я не работаю прям в офисе, чтобы там ездить. А если я езжу в офис к себе на работу, то у меня свободная вообще форма одежды. Мне не обязательно выглядеть по-офисному. Но я считаю, что такие вещи должны быть в гардеробе каждой девушки, даже если она и не офисный работник. Иногда просто надо. Вот куда-то, когда-то надо. А представьте, а нету. Вот такие случаи, чтобы у меня их не было, то у меня теперь есть такие юбки. И что я вам еще покажу? Это аксессуары. Я обожаю последнее время колье. Хотя когда-то я была вообще очень-очень против. Мне так не нравилось. И просто в какой-то момент я полюбила их. Полюбила, и они очень здорово иногда спасают и выручают. Самый простой наряд. И у меня есть вот такой вот. Ай, что-то тут. В общем, вот такое красивое колье. Это мне подарила моя подписчица. Я очень часто его надеваю, потому что оно как раз не броское, но повседневное. То есть оно не особо выходное, хотя можно надеть и на выход. Но как-то не знаю. Такое оно прям мне по душе. Прям как мое. А вот это вот я заказала на Алиэкспресс. И тоже в него влюбилась. Вот прям влюбилась-любилась. Оно выглядит очень здорово. Прям, ну, понятно, не сюда. Вот. Но под какие-то свитера, блузки. Очень красиво смотрится. Я хотела снять отдельное видео о покупках с Алиэкспресс, но решила этого не делать. И все, гамму запустить сюда. Надеюсь, вы не против. Вот. Я его сейчас сниму и покажу вам более близко, чтобы вы поняли, как оно смотрится и как оно сидит на мне. Тоже покажу и тоже сниму. И это еще не все. Покажу вам щеточку. Раз уже показываю с Алиэкспресс, мне пришла такая вот щеточка для нанесения тонального. Я еще не пробовала, девочки, но мне кажется, это мне просто так кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, о том, что она будет забирать много продукта. И это будет не совсем правильный расход. Хотя она такая мягкая. В общем, в любом случае попробую, как она ведет себя с тональным средством. И вам в Инстаграме расскажу, поэтому подписывайтесь в Инстаграм. И последнее, что я вам покажу, это обручи. Так, куда бы щеточку засунуть? Режи. Обручи, которые я вам тоже уже показывала во влоге, но, может быть, кто-то влоги не любит и не смотрит, поэтому покажу здесь. Тут даже где-то ценник есть, потому что еще не надевала. Вот 120 гривен стоит. Это было куплено на Западной Украине, то есть в Драгобыче, там, где покупались вышиванки, там и купились обручи. Вот такой вот обруч. Я купила и себе, и Доминики, чтобы мы вдвоем носили. Он, конечно, такой прям массивный, но почему-то в последнее время меня это не пугает, мне наоборот это нравится, и люди обращают внимание, а я люблю внимание, поэтому здорово. Единственное, что мне в нем не нравится, это вот эти вот штучки, которые я пообрезаю. Ощущение, как будто прям на свадьбу, знаете, как тюлька какая-то. Но это не беда, я же говорю, я их поубираю, и будет смотреться совсем по-другому. Но вот это сочетание розы и замороженное, наверное, видите, вот внешний вид какой, замороженных ягод, ну, смотрится классно. А вот это прям любовь, любовь, любовь такая, я прям жду весну, потому что сейчас, мне кажется, рановато надевать такое. Вот. Надень независимости, прям кричит, надо будет надеть. Очень красиво, такие желтые цветы с синими вкраплениями. Очень красиво. Я даже, может быть, наряд специальный подберу под этот ободок. Мне нравится, прям совсем-совсем. Здорово-здорово, прям очень-очень нравится. И Доминике хорошо, потому что, когда у них в школе какие-то мероприятия, хотя она обручи очень любит и носит их и так в школу, но этот очень нарядный. Как вам? Может быть, я ошибаюсь, но лично мне очень нравится. Очень нравится. Сейчас вот так вам покажу. Видите? Очень красивый. К чему я показываю? Не просто хвастаюсь, я хочу сказать о том, что в ВКонтакте много девочек, которые делают такие обручи. Я сама заказывала у девочек с ВКонтакта и понимаю, что как раз надо искать девчонок, которые делают обручи на Западной Украине. Во-первых, это дешевле. Я видела, сколько у них там стоят все эти детали, из чего они их собирают. Это действительно недорого. И они там дельты какой-то зарабатывают, понятное дело, но просто обруч за 120 гривен здесь, именно в Киеве, я думаю, вы не найдете. По крайней мере, я не видела. Если вы видели, напишите мне, я поеду куплю. Ну, а также забыла вам показать, это кофточка, которая сейчас на мне и джинсы с рваными коленками. Я очень долго их искала и случайно нашла, и была безумно-безумно рада. Поэтому сейчас я вам вставлю картинку, как это все на мне смотрится и как это выглядит. И самое интересное, что эти джинсы с высокой талией, которые я хотела, именно-именно вот такие. С моим размером я поняла, что это мое, по-другому никак и надо брать. КОНЕЦ Вот мои покупки и обновки за последнее время. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, ставьте пальчики вверх. Если не понравилось, пальчики вниз. А я есть в инстаграме. Там всегда все появляется в первую очередь. Поэтому обязательно подписывайтесь и на мой канал. Ваша Запорожская. Люблю и целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok